Всем привет! Вы долго просили, и наконец-то сегодня мы разберем генитив, и вы узнаете, почему он нафиг никому не нужен. На самом деле я шучу, падеж важный, и немцы говорят, что те, кто действительно по-настоящему хорошо владеют немецким языком, лингвисты, писатели, обязательно используют генитив в своей речи, и в письменной, и в устной. Почему же говорят, что генитив вымирает, и генитив никому не нужен? Это своеобразный кликбейт был, чтобы вы нажали на обложку, потому что обычные люди, а под обычными людьми я подразумеваю тех, кто, например, не читает книг, плохо учился в школе на уроках именно немецкого языка, и, допустим, не имеет высшего образования, ну и люди ремесленного труда, а не интеллектуального, например. Они заменяют генитив на фон плюс датлив. И, во-первых, если вы плохо вообще в целом разбираетесь в падежах, то вам сначала перед сегодняшним уроком нужно разобрать акустив и датив, эти падежи намного важнее. Без них действительно вообще вы не сможете нормально говорить в немецком, без ошибок. А генитив, сегодня мы его подробно разберем, и сейчас будут конкретные примеры. Без него, в принципе, жить можно, опять же, заменяя на фон плюс датив. Итак, сначала сам генитив. Это падеж, который отвечает на вопрос Wessen? Чей? Допустим, машина мамы это Das Auto der Mutter. То есть, мама die Mutter, но машина мамы Das Auto der Mutter. Как меняются артикли? Супер-супер просто. Der и das, допустим, der Vater и das Kind меняются на das И то и то одинаково. Das Auto des Vaters Das Auto des Kindes Машина отца, машина ребенка. Но давайте лучше разберем на конкретных примерах и чтобы они были написаны на экране. Так всегда понятнее. Die Leistung Результат Der unbekannte Sportler Неизвестный спортсмен И нам нужно сказать Чей результат? Результат неизвестного спортсмена. И это будет звучать и выглядеть вот так. Die Leistung des unbekannten Sportlers Что произошло? Der поменялось на des Или лучше сразу вместе Der Sportler поменялось на des Sportlers Что же касается прилагательного? Это супер просто. Окончание прилагательного в генитиве всегда е. Итак, следующий пример. Das Leben Жизнь Die berühmte künstlerin Известная художница Жизнь чья? Известная художница Das Leben der berühmten künstlerin Die künstlerin стала der künstlerin В русском языке меняются окончания В немецком меняются артикли И в женском роде к самому слову ничего не добавляется Der verlobte Возлюбленный Das junge Mädchen Молодая девушка Возлюбленный чей молодой девушки? Der verlobte Das junge Mädchen Итак, если у вас остались вопросы именно по теории как работает генитив и вы хотите разобрать его на более простых примерах без прилагательных с более, может быть, простыми словами вам более известными, понятными об этом есть отдельный теоретический урок сегодня же практика, практика, практика а то, что было выше, это краткое повторение И прежде чем мы перейдем непосредственно к практике где я буду говорить а вы будете со мной повторять обязательно последний момент в обычной речи большинство немцев чаще всего генитив не используют а используют von plus dativ и звучало бы это так die Leistung von dem unbekannten Sportler von dem или vom unbekannten Sportler переводилось бы это один в один то есть по смыслу разницы нет die Leistung des unbekannten Sportlers или die Leistung von unbekannten Sportler dativ von plus dativ это ровно одно и то же и мы разобрали, в принципе, почему говорят, что генитив умирает а теперь поехали кроме всего прочего сегодня будет очень много интересных слов уровня а2 и выше b1 и даже некоторые слова довольно-таки редкие уровня b2 я все обязательно перевожу вы можете подучивать, повторять за мной кроме того, обязательно всегда настаиваю на том, чтобы вы повторяли за мной произношение то есть проговаривали ставьте на паузы, если недостаточно время но я, в принципе, оставляю после каждого проговоренного предложения паузу Итак der Erfolg – успех der große Wissenschaftler большой ученый нам нужно сказать успех большого ученого или, кстати, великого ученого потому что der große – это также великий и, например, Петр Великий будет Peter der große Екатерина Великая будет Katharina die große но какой-нибудь французский король Ludwig прекрасный или красивый, как он был по-немецки будет Ludwig der Schöne Окей, возвращаемся Еще раз успех великого ученого Der Erfolg des großen Wissenschaftlers Напоминаю, в генитиве окончание прилагательного всегда –ен это очень просто но к этому, чтобы привыкнуть нужно много-много раз проговорить понимая, что вы говорите и акцентируя свое внимание как раз на артикле окончании прилагательного и окончании существительного если это мужской или средний род эска в женском роде ничего не меняется Далее Das Einkommen Доход Der Normale Bürger Обычный гражданин Доход обычного гражданина Das Einkommen des Normalen Bürgers Пауза не просто так в паузу вы обязательно повторяйте только так будет какой-то прок и вообще в целом запомните одну такую важную-важную мысль чтобы начать легко и свободно говорить на немецком вы должны говорить вы должны напрягать свой речевой аппарат если вы что-то пишете если вы что-то слушаете вы можете научиться понимать но никогда в жизни говорить Окей Третий номер Die Tat Дело Der junge Angeklagte Молодой Обвиняемый Также мы можем перевести Der Angeklagte как подсудимый Итак Die Tat Des Jungen Angeklagten Итак, теперь, когда вы все повторили вы, возможно, спросите почему здесь я сказал Ответ это слабое склонение или по-немецки Эндеклинацион и этой теме посвящено, как всегда, отдельное видео если вас тема Эндеклинацион интересует есть отдельно грамматический урок где теория и есть огромный урок с практикой где вы можете повторять, повторять, повторять пока вы не привыкнете в принципе, как и сегодня только другая тема Известный политик Речь известного политика Итак, фильм французского режиссера нам нужно сказать Попробуйте Обязательно говорите вслух Потом я говорю правильную немецкую версию и потом еще раз за мной повторяйте неважно, ошиблись вы или не ошиблись повторение мать-учения Итак, состояние больного ребенка Седьмое Нам нужно сказать Заграничное путешествие немецкого бундеспрезидента И да, вы, наверное, уже догадались это снова слабое склонение о нем я все рассказываю в отдельном уроке Восьмое Die Einstellung Это как прием на работу потому что, допустим, собеседование это Einstellungsgespräch Есть еще другие варианты также говорят Интервью и много разных вариантов Но в целом Die Einstellung прием на работу в данном контексте именно так Идерное митарбайта новый сотрудник Прием на работу нового сотрудника Die Einstellung Это весь экипаж Допустим, судно или самолета или, кстати, это я не уточнял в принципе, это переводится экипаж Возможно, если на предприятии более широкий смысл у слова экипаж Возможно, то есть всего состава всего рабочего состава также можно перевести И нам нужно сказать забастовка всего экипажа всего рабочего состава Die превратилась в der n-ку прилагательного всегда не важно какой род мужской средний или женский И в женском роде мы не добавляем никаких букв к самому слову И давайте здесь сделаем небольшую паузу и я скажу, что такие же упражнения такие же уроки есть на каждый падеж Что я имею в виду? Когда у нас идет артикль потом прилагательное и потом существительное Именно если вы путаетесь в окончаниях прилагательных то каждому падежу nominative accusative dative и сегодня genitive есть у нас отдельное практическое задание урок окей десятое der ausflug экскурсия der gesamte betrieb все предприятие итак в genitive это будет der ausflug des gesamten betriebs 11 der antrag это запрос заявка заявление der ausländische arbeitnehmer заграничный нанимающийся на работу arbeitgeber это работодатель и arbeitnehmer тот, кто берет работу точного эквивалента в русском языке нет нам нужно сказать заявка иностранного нанимающегося der antrag des ausländischen arbeitnehmers die hilfsbereitschaft это отзывчивость дословно bereitschaft готовность hilf помочь die alte nachbarin старая соседка отзывчивость старой соседки die hilfsbereitschaft der alten nachbarin die einstellung и опять же это может быть настрой настройка настроение очень много разных значений мы только по контексту сейчас поймем die kritische jugend критическая молодежь но я бы даже сказал критически настроенная молодежь хотя получается опять же таптология настрой критически настроенной молодежи надо подумать как это литературно красиво провести но в принципе понятно то есть точка зрения критически настроенной молодежи вот хорошо звучит и по-немецки die einstellung der kritischen jugend 14 der bericht доклад der bekannter fernseherreporter известный телерепортер доклад известного телерепортера 15 der bericht des bekannten fernseherreporter 15 der besuch посещение die alte dame старая dame посещение старой dame der besuch der alten dame и последнее на сегодня предложение die bevölkerung население das ganze land вся страна население всей страны die bevölkerung des ganzen landes итак не выключайте сейчас будет еще много интересного во-первых почему landes es потому что в генитиве мы добавляем иногда es к словам мужского и среднего рода иногда es как это определить я рассказываю в уроке теоретическом который посвящен теории генитива ссылку к кино если спросите кроме того сейчас мы пройдемся чуть быстрее то есть я старался читать помедленнее но если вы хотите когда-нибудь заговорить свободно уверенно на немецком вам нужно сначала научиться уверенно повторять либо за носителями языка либо за пленкой где носители языка записаны либо сегодня за мной и опять же сегодняшний урок и по лексике и даже по грамматике это скорее уже b1 плюс уровень и если вы действительно хотите этому уровню соответствовать вы должны научиться за мной повторять я вам рекомендую сейчас включить диктофон сейчас уже без перевода я буду читать предложение сразу готовые то есть сразу у нас будет успех великого ученого по-немецки только только немецкий язык пауза и в эту паузу вы должны успеть повторить точно так же как я таким образом вы тренируете речевой аппарат и начнете говорить более свободно это можно делать бесконечное количество раз пока не получится первое и второе если ваш уровень все-таки пониже а1 на 2 но вы хотите уже позаниматься по этой теме пока вы можете просто тренировать понимание то есть я говорю по-немецки быстро вы не смотрите на экран а по памяти просто переводите я говорю и в эту паузу повышенные уровни повторяют пониженные уровни просто переводят можно для себя но лучше всего вслух так будет всегда точнее окей второе вероятно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Die Bevölkerung des ganzen Landes Как нужно развивать речевой аппарат Челюсть, язык и так далее Ссылка в первом закрепленном комментарии Как и на весь плейлист Где все уроки, весь курс идет по порядку Спасибо за просмотр Ставьте лайки Пока Субтитры создавал DimaTorzok